всех приветствую с вами канал игре он меня зовут денис акимов сегодня с нами iphone 6 и видео которое я хотел бы сделать которое назову так iphone 6 эксплуатации в течение полугода полу года и все что во время этой эксплуатации собственно с ним случилось у меня и какие-то приятные не очень приятные моменты что хочется сразу отметить по корпусу по внешнему виду по износа стойкости самого материала корпуса дисплея здесь проблем нет ну почему потому что у меня телефон но есть обычно в чехле у меня чехлов штука наверно 10 на него разных все есть на канале кстати вот и плюс ко всему есть у меня такая штука как любимая фирма шпигин sgp немецкая изначально которая делает этот чехол сделал этот чехол называется неогибрид x-бампер и в комплекте с этим чехлом шли две пленки на фронт и на собственно задок пленки я ношу практически из коробки поэтому телефон не подвергся никаким внешним воздействием таким как царапина или какая-то грязь соответственно экран абсолютно новый снять пленку задница в том же самом новом состоянии плюс что хочется отметить у у многих задница воцветает из-за особенностей чехлов когда у здесь вот есть дырочка соответственно для логотипа яблок у того же шпигина дохрена таких чехлов но у меня такой проблемы тоже нет потому что вся задница голена плюс даже борта которые скрыты чехлом они тоже не выгорели точнее основной корпус не выгорел поэтому разница не видно вот поэтому на в плане внешнего состояния износа стойкости материалов изготовления я ставлю пять заочно потому что ну не проходил у меня таких жестких испытаний вы знаете наверно скоро возможно это все поснимаю да и буду ходить так вот как есть но с другой стороны жалко потому что если вы уроните стекло все конец и тут 10 тысяч отдавать неохота вот такие такая ситуация дальше поехали по поводу функционала стабильность работы и так далее здесь в принципе тоже вопросов нет я не обновлялся на девятую прошивку поэтому никаких проблем не испытываю в плане тача иди телефон отрабатывает отлично но но бывает конечно задержки бывают иногда не познанки когда палец замерз или в грязи когда тача иди загрязнился в целом все нормально динамик камера все работает хорошо визуально тоже проблем вот в плане быстродействия я не наблюдаю кнопки отрабатывают вообще идеально то есть никаких проседаний даже в чехле нет поэтому тут тоже пятерочка твердая дальше поехали по качеству сборки вот тут парни я учитывая что это apple хочу поставить оценку 2 вы спросите почему да потому что есть у айфона 6 несколько болячек которые в принципе не только у меня у всех пользователей случились и нашлись первая самая больная самая обидная тема это фронтальная камера ну вот попробую вам это запечатлеть вот видно вот в режиме макросъемки я это делаю видите вот этот вот серебристый полумесяц объясню что это такое это клеевая сейчас я возьму телефон поудобнее это клеевая клеевая прослойка между собственно камерой фронтальный ай сайт и самим стеклом на который она должна крепиться в процессе использования она расслаивается это клей поэтому от жары от нагревания возможно от использования он соответственно ну клей блять при нагревании отваливается в общем то чего вам буду объяснять еще это самый большой бич как мы сказали сервисном центре только так несут эти телефоны под замену из-за этого из-за этого недуга из-за этой проблемы вот что хочется сказать дальше по кнопке хоу спустя где-то полгода эксплуатации у меня начала похрустывать то есть особенно при первом нажатии как будто ее залили чем-то сладким я ничем ее сладким естественно не заливал телефон как зенец ока но все-таки вот иногда при нажатии есть вот это вот такое похрустывание как будто она вот с что-то не мешает с натягом каким-то идет это второй пункт третий пункт который также встречается у большинства пользователей этого аппарата вы знаете до смешного доходит как будто не apple htc какой-то если давайте я чехольчик все-таки подсниму чтобы было более 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 не голословно все это видно вот знаете у него крепление дисплея корпуса она какое-то плохое что ли не знаю что то есть у людей начинает щелкать вот в этом месте экран при нажатии вот тут вот у меня здесь нет проблем но у меня это проблем началось вот в этом углу слышите звук вот тут стучишь нет а вот тут вот тут нету не просела а вот тут вот крепление немножко разболталась и со временем вот это вот часть дисплея она будет проседать в корпус это тоже бич всех шестерок у меня у двух друзей такая фигня только вот в этом углу и они собственно не знаю что делать аж не в серый телефон по гарантии не буду давать я свой аппарат дам по гарантии когда у меня срок гарантии немножко подойдет ближе к концу из-за вот этой камеры потому что с этим я мириться не намерен в принципе вот эти две проблемы с кнопкой я не знаю здесь все-таки touch ID это сложная история а с этим креплением дисплеев в пазах корпуса и вот с камерой проблема решает за решается за пять минут мы откручиваем два винта снимаем корпус подкручиваем винты крепления дисплея и расслаиваем и заново проклеиваем камеру в принципе ничего сложного но нахера так делать если у тебя есть гарантии если ну блин телефон разбирать вообще не охота из-за этого вот он новый все и хочется чтобы он был таким новым поэтому придется скорее всего отнести в сервис и ну не скорее всего господи так и сделаю может быть еще через полгодика вот это что касается качество сборки и материалов в остальном металл хороший не гнется не мнется все эта хрень не пачкается особо но опять-таки в чехле ношу камера не западает не трескается не лопается экран ну не могу сказать что он без царапин но в общем то тоже все визуально с ним хорошо но опять-таки это все под пленкой ладно про экран ничего не могу сказать на самом деле вот что хочется еще сказать по опыту использования этого телефона в плане качества сигнала отработки антенн все прекрасно вайфай работает шикарно что что меня напрягает иногда иногда конечно бывает подтупливает датчик приближения но это у всех поколений смартфонов было это знаете не не проблемы данного аппарата поэтому здесь я apple ничего не могу предъявить в плане быстродействие системы все отлично ну в общем то наверное все то есть вот просто сегодня я заметил вот это вот по пошатывание она меня немножко напрягло и я решил собственно рассказать людям о шестерке причем эта шестерка новая купленная в связном за честный там 55 тысяч рублей никакая не восстановлена не реформишет как 5s про который я сейчас активно веду кстати насчет 5s она у меня сейчас лежит в сервисе ответ мне пока не дали всего там меньше недели прошло как только мне позвонят ребята я сразу прям поеду и в эту в эту же поездку запишу видео как я еду и собственно что происходит что мне говорят что отвечают если дадут новый аппарат покажу этот новый аппарат как он выглядит в каком форме не выдали в общем все будет на ваших глазах можно сказать вот насчет шестерки все таки косяки есть вот эти да не очень проблемные на самом деле они раздражают поэтому я надеюсь что в 6s эту всю проблему порешили исправили и там все хорошо 6s ну 6s наверное надо будет покупать и господи куда без этого вот но попозже попозже ребятки когда цена немножко успокоиться сейчас ценник неадекватный вот вот такой вот iphone 6 вот такие вот такой вот опыт эксплуатации реально реальные проблемы с которыми может столкнуться любой пользователь даже причем доставая телефон прямо из коробки то есть вы можете достать телефон из коробки у него будет отслоенная камера щелкать будет экран и хрустеть кнопка это не приобретенные косяки а то есть косяки которые можно сказать идут в комплекте кстати touch ID смотрите как срабатывает круто это косяки которые идут в коробки с этим телефоном вот спасибо что посмотрели видос подписывайтесь на мой канал ставьте лайки смотрите видео по лего настольным играм это очень интересная тема это прекрасный досуг вообще лего вообще лего это круто на самом деле и настолки это круто а apple еще круче вот ладно ребятки собственно ждите видео по 5s если будут какие-то изменения с этим аппаратом тоже запишу как только повезу его в сервис тоже это все запишу расскажу а в планах кстати у меня 5s как только я получу рефербушит ее тоже вскрыть и посмотреть что там в ней собственно какие аппараты выдают на замену да вот эти вот которые сервисный центр выдает вместо гарантийного случая в общем ладно большие планы на канал подписывайтесь ставьте лайки всем удачи всем пока